ребят посмотрите какую красоту сегодня мы будем готовить обязательно не забудьте ванилинчик положить и это будет вообще прекрасно это очень вкусно давайте будем начинать скорее готовить всем привет вы снова на канале у танюшки ребята и сегодня мы с вами будем делать тоненькие блинчики с творогом и с клубникой начинаем готовить и так сок у нас уже готов и теперь приступаем к тесту так щепотка соли ложка сахара можно две ложки сахара не злобился так сюда разбиваем одно яйцо сюда же мы добавляем 3 ложки муки ребята четвертую добавим 4 ложки муки даже отправляем наш сок вот так приблизительно три столовые ложки так ребята и сюда мы отправляем самое главное это сильно газованная минеральная вода сильно газованная сначала я вылью пол бутылочки так закручиваем сразу размешиваем это все дело так теперь выливаем две раз два ложки олеи перемешиваем вот так все ребята теперь выливаем всю оставшуюся воду когда у нас уже видео тесто у нас уже замешано видите какое оно у нас без комочков без ничего мы вливаем теперь уже остальную воду сюда пока мы играемся с тестом и включили уже плиту и поставили разогреваться сковородку как разогреваться сковородку так 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Мы берем ванильный, или сахар, или ванилин. Просто если ванилин, то немного, потому что если переборщить и ванилин, будет горчить. Немного. Так, ванилин. У нас ванильного сахара нет. И берем пару ложек сахара. Так, одну и еще одну. Так, и это все мы перемешиваем. Если творог у вас суховат, можно добавить сметану, потому что творог должен быть мягкий очень, как расставшее масло. Творог можно попробовать. Если вы чувствуете, что он маловкусовой, мало здесь сахара, обязательно тогда добавьте. Так, для того, чтобы была хорошая, вкусовая такая вот масса, для этого обязательно мы добавляем чу-чуточку соли. Всегда, кто смотрит мои видео, я всегда об этом говорю. В сладкие блюда мы всегда добавляем соль. Всегда. Иначе сахар у нас теряется. Соль больше подчеркивает вкус. Все, ребята, у нас масса готова. Теперь, мы специально купили такую маленькую клубничку. Называется земляничная. А вот, и теперь, что я делаю? Я беру, так, стол я вытерла. Я беру блинчики. Поджаренной сторонкой ложу к себе. Красненькой ложу на стол. Поджаренной к себе. Красненькой на стол. Вот, и начинаю формировать наш блинчик. Так, так. Вот так раз. Втягиваем его. Можно ловить. Так, ребята, теперь берем ягодки. И просто вот так вот выкладываем ряд ягодок. Вот так. Просто рядочек такой ягодок делаем. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ребята, такие получаются у нас блинчики. Сюда в сторонку их откладываю, чтобы они не мешали мне. И беру следующую партию точно так же. Темной сторонкой к себе, красненькой сторонкой к столу. Ребята, я хочу сказать одну такую вещь. Старайтесь готовить эти блинчики, когда вы сами дома. Потому что если будете готовить в чем-то присутствии, не обещаю, что у вас в тарелке к концу жарки останутся блинчики. Они настолько быстро съедаются во время жарки, не успеете глазом моргнуть. Вот, ребята, такие блинчики у нас получились. С начиночкой. Вот такие красивенькие. У нас получились. Маловато? Конечно, маловато. Не сама я дома была. Пока блинчики жарила, с тарелки улетучивались. Потому я говорю, готовьте их, когда сами дома. Ну все, ребят. С вами была Танюшка. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.